Друзья, всем привет! С вами Дикий Лось. Сегодня в видео я покажу комплекс упражнений для крепких запястьей, развития их силы, гибкости и устранения болевых ощущений. Крепкие и развитые запястья будут полезны во многих аспектах жизни. Например, они значительно помогут увеличить силу и функциональность рук при поднятии тяжести, а также при тренировках с собственным весом. Также очень часто возникают болевые ощущения в области запястья. Это уже связано либо с травмой кистью, из-за того, что она слабая и вы дали слишком большую нагрузку, или из-за нарушения техники и неправильного выполнения тех или иных упражнений. Как и перед началом выполнения любой тренировки, необходимо выполнить качественную разминку. А в случае с запястьями это особенно важно, потому что травмироваться здесь очень легко. На разминку вы потратите всего 5-7 минут, но зато довольно качественно разогрейте свои запястья. Каждое упражнение я рекомендую выполнять в течение 30 секунд. Первое разминочное упражнение – сгибание-разгибание ладоней. Когда запястье вы слегка размяли, я советую увеличить амплитуду с помощью второй руки. Затем очень классное упражнение для разминки. Оно словно из тренировки карате, вы как будто наносите удары по доске. Старайтесь работать в большой амплитуде и только запястье. Сейчас третье разминочное упражнение – сопротивление. Упираемся ладонями друг в друга и давим, стараемся давить почти за все силы. И также тыльной стороной ладоней. Ну и заключительное разминочное упражнение – это вращение кистей. Старайтесь по мере выполнения наращивать и набирать амплитуду. Выполним в одну и в обратную сторону. А теперь немножечко прокачаем наше запястье. Первое упражнение – это такие перекатывания на кулаках. Для уменьшения дискомфорта я рекомендую выполнять упражнение на мягкой поверхности. Старайтесь работать в большой амплитуде, но в меру своих возможностей. Не переусердствуйте. Также не выполняйте упражнения через болевые ощущения. Выполните три подхода по 12-15 перекатываний. Пока ваши запястья не окреплены, на начальном этапе выполняйте упражнение с колен. Вообще для укрепления кистей и запястья очень полезно, если вы возьмете за постоянную основу отжиматься не на ладонях, а на кулаках. Но старайтесь выполнять это так, чтобы основная нагрузка приходилась на две передние костяшки. В любых видах активной деятельности, будь то профессиональный спорт или просто домашние тренировки, каждый человек сталкивается с риском получить растяжение или другие неприятные последствия. Чтобы этого избежать, стоит подходить к любым физическим нагрузкам очень ответственно. Но, к сожалению, риск получения травм есть даже во время тренировки, как у начинающих, так и у профессионалов. Хочу напомнить про полезного помощника, обезболивающий гель Брустель, который способствует уменьшению воспаления и, соответственно, боли в мышцах и суставах. Брустель также помогает облегчить состояние и при травмах. Гель не имеет цвета и выраженного запаха, не оставляет жирных пятен на одежде. Брустель способствует снятию боли до 12 часов. А обезболивающий гель Брустель можно приобрести прямо сейчас со скидкой в онлайн-аптеке по промокоду WILDMOOS. А мы продолжаем. Второе упражнение. Вы должны попытаться подняться так, чтобы от пола оторвались ладони и наша рука располагалась лишь на одних пальцах. Это упражнение сделать весьма непросто, но вы должны попытаться. Стоя в упоре на руках, пробуйте выдавливать себя вверх, переводя тело немного вперед. Выполняйте упражнение плавно, без резких движений. Выполните два подхода по 10 повторений. Упражнение всегда можно облегчить. И для упрощения его выполнения, попробуйте сделать на стене. Чем дальше от стены становитесь, тем больше нагрузка на ваши запястья. Со временем вы сможете перейти на пол в горизонтальное положение. Третье упражнение довольно сложное, но очень эффективное. Это отжимания на тыльной стороне ладони. Отжимания на тыльной стороне ладони весьма болезненные и неприятные. И вам понадобится некоторое время для того, чтобы адаптироваться к нагрузке. Но это действительно очень эффектное и мощное упражнение для укрепления наших запястьев. Выполните три подхода по 15 повторений. Для облегчения выполнения упражнения сделайте с колен. Ну и четвертым заключительным упражнением я рекомендую поработать над амплитудой, над гибкостью запястья, так сказать, поделать скручивание. Нам понадобится гантель. Вес гантели выберите, исходя из своих физических возможностей. Постарайтесь выполнить оборот запястья приблизительно на 180 градусов, но так, чтобы не было болевых ощущений. Обязательно выполните и на другую руку. Выполним два подхода по 20 скручиваний на каждую руку. На начальном этапе используйте более легкий вес. Ну что, друзья, такими крутыми упражнениями я поделился. Берите их на вооружение, выполняйте регулярно. Вы значительно укрепите силу своих кистей и забудьте о боли навсегда. Также, кого мучает дискомфорт в области запястья, но хочется тренироваться, он без этого не может. Я рекомендую использовать вот такие фиксаторы запястья. Он, конечно, проблему не вылечивает, но болевой синдром убирает и можно продолжить свои тренировки. Не забывайте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. Всем пока и до скорых тренировок!